Всем огромнейший привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хотела бы поговорить о своей коже лица, я хотела бы рассказать вам то, какая моя кожа и как, собственно, я за ней ухаживаю. Первое, что я хочу вам сказать, это то, что моя кожа комбинированная и склонная к жирности. Как и у всех людей склонны к жирности, у меня достаточно часто бывают высыпания на лице, и я всяческим образом пытаюсь бороться с жирным блеском на лице, особенно в Т-зоне. Также я стараюсь бороться с высыпаниями, которые в основном бывают у меня с определенными женскими днями, либо же по времени года определенные, допустим, как сейчас. Буду сейчас показывать те продукты, именно которыми я люблю, которыми я на данный момент пользуюсь, и которые у меня закончились, и я обязательно повторю их покупку. Давайте, наверное, начнем с именно очищения кожи лица. Первая умывалка, которая у меня как раз-таки закончилась, но которая мне безумно просто понравилась, я, в принципе, могу всем посоветовать ее, но я не советую ее именно девушкам-обладательницам сухой кожи, потому что она очень хорошо очищает лицо. Она может подсушить вам кожу, если у вас достаточно сухая кожа, у меня же проблем таких нет. И также я могу посоветовать эту умывалку обладательницам именно комбинированной и жирной кожи. Итак, это вот такая вот умывалка от Freeman. У меня она с грушей. Это гель для умывания именно здесь для комбинированной кожи. Мне очень нравится, как очищает эта умывалка мое лицо. Она, в принципе, хорошо снимает остатки тонального крема. Также она очень хорошо очищает поры. Она очень хорошо дает именно эффект такой свежести. Может быть, дает даже эффект именно такого скрипа на вашем лице. Мне эта умывалка очень нравилась. Она деликатно убирает все излишки грязи. Она хорошо очищает поры. Также этой умывалке хватает очень надолго. Здесь 150 мл. И мне ее хватило где-то, может быть, месяца на три. Я считаю, что эта покупка очень выгодная. У нее цена, в принципе, на мой взгляд, не особо большая. Также большой объем и очень маленький расход. Две умывалки, которые я сейчас вам буду показывать, я их не показывала вам еще в своих покупках, потому что приобрела я их достаточно недавно. Но я успела их, в принципе, хорошо протестировать. Но также в видео о покупках я вам не показывала, потому что в видео о покупках я уже достаточно давно не снимала. Итак, первая умывалка, которая мне просто безумно понравилась. Когда я пошла в магазин покупать именно вот эту вот умывалку, ее там не оказалось. И я проконсультировалась с девушкой. Она мне посоветовала другую умывалку. Но она стоит примерно столько же, сколько и Фриман. У нее очень хороший эффект. И это вот такая вот умывалка. Я надеюсь, вам будет видно и не особо сильно отсвечивать. Покупала эту умывалку я в подружке здесь. Это корейская косметика. Сейчас очень многие девушки и вообще люди пользуются корейской косметикой. И также я решила попробовать корейские продукты. Не знаю, как точно называется эта фирма. Но здесь нарисована пятерка. Эта умывалка подходит именно для комбинированной, опять же, кожи. Очень хорошо ее очищает до скрипа. У нее достаточно такой интересный, на самом деле, аромат. Потому что она пахнет и травками, и немного лимончиком отдает. У нее такая интересная, на самом деле, структура. Это такой перламутровый гель. В нем содержится различного цвета частички, который вы наносите, допустим, горошинку себе на пальчики. Вспениваете ее. И очень хорошая пена, очень хорошее очищение. Также высыпаний у меня это средство не вызвало. Кожу особенно сильно не пересушивает. И опять же, не буду советовать ее девушкам, именно обладательницам сухой кожи. Потому что сухой кожи она может пересушить. То есть она может усугубить, как бы, усугубить проблемы вашей кожи. Но обладательницам именно комбинированной и склонной к жирности кожи, я, в принципе, советую этот продукт. Мне он очень сильно понравился. Также в моем арсенале появилась умывалка от Clean & Clear. Это умывалка ежедневный гель. Три в одном от черных точек. Не содержит жиров. Результат с первого дня. Мне, в принципе, нравится эта умывалка. Она дает такой немного ментоловый эффект на вашей коже. И самое главное, не наносить ее на кожу вокруг глаз. Потому что если вам попадет это средство в глаза, то глаза у вас будут щипать просто офигеть, как сильно на самом деле. Поэтому будьте аккуратны с этой умывалкой. Но так она мне нравится. Сейчас я буду ей усиленно пользоваться. В связи с таким вот изменением погоды, у меня начались достаточно сильные высыпания. И сейчас я буду делать достаточно сильный упор именно на это средство. Всем его также советую. Неплохо матирует кожу, хорошо очищает. Черных точек действительно становится меньше. Поэтому всем могу ее посоветовать. Одним из любимейших средств по снятию макияжа до умывания лица умывалками, которые я вам только что показывала, у меня является абсолютная нежность от L'Oreal. К сожалению, не могу вам сейчас ее показать, потому что баночку я куда-то засунула, и она у меня закончилась. Но очень хорошее средство для именно снятия с лица макияжа. Они травмируют реснички, реснички не выпадают, очень хорошо снимает тушь, карандаш. Стойкую тушь не очень хорошо смывает, но мне очень нравится именно вот этот вот лосьон для снятия макияжа с лица, и я обязательно в скором времени его себе приобрету. Когда я пользуюсь именно водостойкими тушами, водостойкими подводками, я использую вот такую вот умывалку от Mary Kay. Это двухфазное средство, называется Oil Free I Makeup Remover. Вы его вот так вот взбалтываете, наносите на ватный диск, прикладываете, допустим, к одному глазу, держите где-то, может быть, минуту-полторы, и, собственно, вся тушь, вся подводка, все, что у вас есть на глазах, остается на этом ватном диске. Очень мне нравится. Глаза не щипят, не вызывают у меня аллергической реакции, глаза не краснеют, ресницы не вытираются, очень бережно снимает макияж, и мне очень сильно нравится. Я очень люблю использовать тоники после умывания лица, потому что они освежают лицо, они сняют, может быть, остатки макияжа, которые не до конца. Снял именно гель для умывания, также они подготавливают кожу для нанесения крема для лица. На данный момент у меня имеется три тоника, которые я чаще всего использую. Первый тоник – это вот такой вот тоник от чистой линии. У меня он с календулой, с календулой для жирной кожи. На мое большое удивление, этот лосьон отлично снимает макияж с глаз. То есть, допустим, если у меня нету моего лореаля, я смывала свою косметику с глаз именно вот этим вот лосьоном-тоником. У меня осталось его, опять же, совсем здесь немножко. Но скажу вам одну причину, по которой я больше не куплю себе этот лосьон-тоник. Это то, что это средство безбожно просто в ваши глаза щипет. То есть, если попадает на слизистую ватный диск с этим вот раствором, если просто попадает этот вот тоник в ваши глаза, начинает безумно просто щипать, но кожу увлажняет очень хорошо, не делает ее слишком жирной и не делает ее пересушенной. Второй тоник, который также мне нравится, но он, на мой взгляд, немного термоядерный. То есть, я не буду советовать его девушкам, именно у которых сухая кожа, потому что он может ее, мне кажется, очень сильно высушить. Это тоник от L'Oreal, и называется он «Бесконечная свежесть». Это очищающий тоник, совершенствующий кожу, удаляет загрязнение, преображает кожу, освежая и тонизирую ее. Опять же, сейчас достаточно часто пользуюсь этим тоником, потому что на моем лице сейчас, как уже говорила, с изменением времени года, достаточно много высыпаний. Он помогает мне с этим справиться, хорошо подсушивает всякие такие вот прыщички, какие-то болячички, хорошо с этим справляется. Но на ежедневный, вот каждый месяц, я не рекомендую покупать этот тоник, потому что действительно очень сильно сушит кожу. И еще один тоник, который сейчас мне очень нравится использовать. Я вам вообще еще не показывала продукты вот эти вот для лица, которые я себе приобрела, но не которые я себе приобрела, а которые мне подарила подруга. Они мне безумно нравятся. Сейчас я вам о них расскажу. К тоник продукты выглядит вот в такой вот белой коробочке. Называются они «Бьюти Кот Х». Это у меня тоник. Здесь, в принципе, хороший состав, и сам флакончик этого продукта выглядит вот таким вот образом. Обязательно покажу вам немножко потом, попозже и поближе это. этот тоник, потому что хочу, чтобы вы обратили свое внимание именно вот на этот продукт и вообще вот на вот эти вот косметические продукты от «Бьюти Кот». Мне они очень нравятся. У него достаточно приятный аромат. Такой именно лечебный. То есть у него аромат именно косметики из аптеки. Мне это в нем нравится. Хорошо смывает именно загрязнение, освежает, тонизирует и очищает кожу. Не сушит ее ни в коем случае. Мне он очень нравится. И также крем после вот этого тоника очень хорошо впитывается именно в кожу. Еще одна такая водичка, которую я тоже очень часто люблю использовать на свое лицо. Но сейчас она у меня опять же закончилась. И я обычно покупаю разные такие вот водички. И в этот раз я пользовалась вот такой вот болгарской розой. Это розовая вода из компании «Сладкие спа». Мне нравятся эти вообще водички. Хорошо после них впитывается именно крем в кожу. То есть вы умыли свое лицо гелем вашим любимым, тоником. Потом нанесли крем и потом попшикали вот этой вот водичкой. Я люблю вообще покупать именно разные. Вот это мне в принципе понравилось. Но я не очень люблю аромат розы. И поэтому, собственно, я скорее всего в следующий раз приобрету себе другую. Именно вот такую вот термоподу. Скраб, который я люблю, я думаю, очень многие его любят и очень многие его знают. Это вот такой вот скраб от чистой линии «Фитотерапия». Скраб, очищающий с абрикосовыми косточками. Для нормальной и склонной к жирности кожи. Мне очень нравится этот скраб. Но в последнее время я начала достаточно редко им пользоваться. Потому что моя кожа сейчас не нуждается в каком-то именно отшелушивании. Она у меня не шелушится. Но думаю, зимой опять же буду пользоваться им часто. Потому что у меня зимой кожа страдает именно от обветривания. Маски, которые я очень сильно люблю. На самом деле я очень сильно люблю использовать маски. Я очень люблю все эти вот такие косметические процедуры, которые делают нашу кожу гораздо лучше. И для меня абсолютно не проблемно посидеть, допустим, 15 минут с этой масочкой на лице. И я, собственно, вижу эффект от этих масок. И всех опять же призываю использовать маски для лица. Потому что они действительно действуют. Маска, которая у меня закончилась буквально позавчера. И она мне нравится. Эта маска прослужила у меня чуть больше года. То есть где-то месяцев, наверное, 15. И она действительно классная. Это вот такая вот маска от Freeman. У меня она с лимоном и мятой. Очень классная маска. Подойдет, думаю, именно для девушек с комбинированной и склонной к жирности кожей. Очень хорошо очищает, снимает воспаление, подсушивает вашу кожу. И она становится после использования этой маски гораздо лучше. Высыпания меньше. Единственный минус, который я иногда, не каждый раз при использовании этой маски замечаю, это то, что иногда глаза все-таки немного пощипывают. Маска, которую я очень любила использовать именно летом, она меня спасала. Она очень хорошо увлажняла мою кожу. Она убирала просто все шелушения на моем лице, которые были. Это вот опять же маска от Freeman, только уже шоколад и клубника. Очень тоже нравится мне эта маска. Превосходно увлажняет именно кожу, снимает немного покраснение. И вот этот обалденный просто аромат клубники и шоколада приводит меня в полный восторг. Маска, которую я не особо оценила. То есть я ее купила, опять же, по отзывам, потому что слышала, что она хорошая. Но на меня она, по-моему, как бы не произвела особо никакого впечатления. Я продолжаю ей пользоваться в надежде увидеть какой-либо эффект. Но пока что я его не заметила, учитывая то, что пользовалась я этой маской, наверное, уже раза так четыре. Итак, эта маска, опять же, от Freeman, но она уже с огурцом. Те маски две, которые я вам показывала, они глиняные. Вот это она маска-пленка. То есть вы наносите ее, она высыхает, вы сдираете ее потом, как змея, свою кожу. И на вот этой вот как раз-таки пленке должны оставаться все точки черные, все загрязнения. Но не знаю, я эффекта особого не увидела, точнее вообще его не увидела. Может быть, кожа становится немного более матовая. Но чтобы черных точек становилось меньше, я этого сказать не могу. И, скорее всего, второй раз покупать ее не буду. И не знаю, вот что делать, потому что у масок Freeman огромный просто именно объем. Это 150 миллилитров. Маску, которую я очень люблю, и она, опять же, от Freeman, это вот такая вот полирующая маска активированным углем и тростниковым сахаром. Очень мне нравится, хорошо очищает кожу, пилингует ее, также потом ее на некоторое время матирует. В принципе, я очень люблю эту маску и, скорее всего, я повторю ее покупку. Две маски от Organic Shop. Одна из моих любимейших, это грязевая маска для лица, она как бы на моем лице делает эффект именно очень свежей, очень отдохнувшей кожи. Потому что я очень любила использовать ее летом, потому что цвет лица становится такой свежий, что, в принципе, может не наносить тональное средство и идти вот так вот уже на улицу. Я так делала неоднократно. И вторая маска, это гель-маска для лица, именно увлажняющая. Я ей также пользовалась под конец лета и вот сейчас я достаточно часто ее использовала, до того, как стала вот такая вот непонятная на самом деле погода, потому что моя кожа нуждалась в более интенсивном увлажнении. И маска мне это очень нравилось. Единственное, что я предпочитаю ее все-таки потом смывать. То есть здесь написано, что нужно ее нанести, подождать, в принципе, пока она высохнет. Это где-то 10-15 минут стереть салфеткой. Можно умываться, а можно и нет. Я рекомендую вам умываться после этой маски, потому что если вы просто стерли салфеткой это средство и потом будете наносить тональный крем, оно будет скатываться. То есть тональный крем на вашем лице будет скатываться. Теперь перейдем к кремам. Я честно могу сказать, иногда забываю пользоваться кремами, но я стараюсь ввить это как бы в такую привычку, потому что я замечаю, если я не пользуюсь кремами для лица, моя кожа становится какая-то обезвоженная, что ли. Она нуждается именно в увлажнении. И сейчас у меня на самом деле тот период, когда я именно пытаюсь все-таки не забывать пользоваться кремами. И крем, который у меня уже давно, и я все никак не могу его добить, это вот такой вот крем от Avon серии In You, заряд энергии, активирующий крем-лосьон для лица SPF 25. Нравится мне все-таки этот крем, почему пользуюсь им редко, потому что он и как вся линейка вот этой вот In You очень-очень сильно щипит мне глаза. А так сам крем в принципе неплохой, не дает эффекта такой вот жирного блина на вашем лице, впитывается быстро, главное нанести его тоненьким слоем. Также дневной крем, который сейчас подходит у меня к концу, показывала вам его когда-то в своих покупках. Это вот такой вот крем от Garnier Skin Naturals. Это дневной именно крем, увлажняющий. Мне он нравится, очень легкая текстура, но на мой взгляд там многовато все-таки силиконов, потому что если я намажусь с утра этим кремом, буду ходить и делать по дому какие-либо дела, у меня будет эффект такого как бы иногда пакета на лице, то есть он хорошо увлажняет, но он как-то закупоривает штори-поры, и вот, например, над верхней губой у меня начинается выделяться именно пот, что мне не особо нравится. Сейчас его закончу и скорее, ну, второй раз я его не приобрету. Крем, который мне очень сильно нравится, это крем для области вокруг глаза. Я очень часто забываю пользоваться кремом вокруг глаз. В основном я наношу на глаза крем для всего лица и на кожу вокруг глаз. Но сейчас я стараюсь от этого избавиться, использую определенный крем для кожи вокруг глаз, и у меня этот реактив ультра увлажняющий. Этот крем, конечно, не для моего возраста. Я вообще, когда покупала этот крем, искала крем, который будет снимать мне при пухлости отечность с утра с глаз, и мне кажется, этот крем, в принципе, неплохо с этой функцией справляется, потому что действительно при пухлости уходит быстрее, и кожа, и глаза как бы более свежие такие, они увлажненные, и они сияют действительно. Мне очень нравится, у меня здесь его еще достаточное количество. Также мне очень нравится аромат, который имеет этот крем. Он такой именно кремовый, не чем-то определенным, а именно кремом пахнет. И здесь 15 мл, всем могу его посоветовать, стоит он, в принципе, недорого, и хватает его надолго. Два крема, которые я тоже очень люблю использовать, это как раз-таки дневной и ночной крем от Beauty Coat. Вот таким вот образом они, опять же, выглядят в таких вот коробочках. И давайте начнем именно с дневного крема. Сам крем выглядит вот таким вот образом, и чем он мне очень нравится, это тем, что у него имеется вот такой вот носик, то есть не нужно никуда лазить пальцами. Он очень приятно пахнет, и плюс огромный этих кремов в том, что они безумно быстро впитываются в ваше лицо. То есть нужно нанести совсем капелюшечку, растереть его по вашему лицу, и растирать именно до того момента, когда он как бы впитается. То есть если вы наносите небольшое количество крема на ваше лицо, то он буквально всасывается в вашу кожу. Она очень увлажненная, она напитанная, она не стянутая. Ночной крем от Beauty Coat, который также мне безумно нравится. Собственно, в использовании он также выглядит таким же образом. Здесь имеется вот такой вот, опять же, удобный хвостик, который не нужно туда лазить пальцами, и вы не заносите туда никакие бактерии, а просто разносите именно какими-то точками крем на ваше лицо, потом его растираете до того момента, когда крем полностью впитался. Не нужно там какую-то просто неимоверную тонну этого крема наносить на ваше лицо. Именно нанесите такое количество крема, чтобы пока вы разносите его по своему лицу, он успел впитаться, и оно будет действительно достаточно увлажненное, и не нужно будет, не будет пересушенных именно каких-то участков, и его будет ни много, ни мало, его будет в самый раз. Крем имеет уже немного более такую тяжелую консистенцию по сравнению с дневным, но мне он не менее нравится, выглядит точно так же, как и дневной, имеет тот же аромат. Я могу его посоветовать. Честно говоря, я не знаю, где купить этот крем, потому что мне дарила его подруга, но крем мне очень нравится. Я потом попробую еще лореалевские, скорее всего, крема. И если они мне не понравятся так, как мне нравятся вот эти крема, то я закажу себе, думаю, на сайте опять вот этот же крем. Немного расскажу вам о своем уходе именно за губами. Скрабирую я свои губы очень простым способом. Думаю, многие таким способом пользуются. Во-первых, губы становятся больше, и они становятся очень-очень гладкие. Это скрабирование во время чистки зубов. То есть, когда вы чистите зубы, вы щеткой проходите с массажными движениями по вашим губам. Кровь приливает вашим губам, они становятся очень здорового вида, очень такие разглаженные, очень пышные и очень-очень гладкие. Когда мне мало того эффекта именно прохождения зубной щеткой по моим губам, то есть, мало скрабирования, и каждый вечер я стараюсь использовать вот такую вот чудо-баночку, которая предназначена не только для губ. Это, собственно, бальзам уход для сухой кожи. То есть, вы наносите ее именно на те участки лица, кожи, которые вам нужно хорошенечко так увлажнить. Этот бальзам у меня с хлопком и персиком из Эйвона. Он имеет такой достаточно нежно-персиковый оттенок, очень приятный и легкий запах именно персика. Он немного воскообразный, то есть, изначально, когда вы только новой открываете эту баночку, вам нужно подержать немного там палец, дабы он как воско разогрелся и легче наносился. Очень хорошо увлажняет губы, то есть, если у вас были какие-либо проблемы вечером на ваших губах, вы наносите его на ночь и, собственно, утром у вас уже этих проблем на губах абсолютно не будет. Также где-то недели три уже я отращиваю свои брови. Если вы заметили, то мои брови стали немного другие, они стали толще, потому что мне надоели тонкие вот эти вот полосочки, которые я себе навыщипывала, и я всяческим образом пытаюсь отрастить свои брови. В этом мне помогает вот такое вот масло от Эльма для ресницы бровей. Покупала его в том году, мне он очень нравится. Здесь имеется вот такая вот щеточка для ресниц, и также, собственно, сама кисточка, которой вы наносите это масло, выглядит как тушь. Действительно, брови растут более черные они становятся, ресницы становятся более черные, но сейчас я, честно могу сказать, на ресницы не использую этот продукт. И также они растут гораздо быстрее, гораздо гуще, и мне очень нравится эффект от этого масла. В составе этого масла имеется очень большой и очень хороший состав. Там и крапивный, по-моему, настой, и репейное масло, и касторовое масло, еще много других масел. Всем его советую. В аптеке можно его приобрести очень даже, по-моему, недорого. Что-то я, по-моему, покупала его в районе 130 рублей. Последнее, что мне осталось вам рассказать, это то, как я борюсь со своими высыпаниями. Такими вот именно точечными высыпаниями. Я имею в виду прыщики, которые сейчас меня и как раз-таки беспокоят. Очень многие в этих целях используют именно масло чайного дерева. Честно могу вам сказать, мне масло чайного дерева, оно хоть у меня имеется, сколько раз я пробовала, не дает оно мне того эффекта, который я получаю от эвкалиптового масла. И опять же, как уже и сказала, я люблю использовать именно эвкалиптовое масло, именно не косметическое, а эфирное. Оно действует абсолютно по-другому, то есть у меня есть как косметическое эвкалиптовое масло, так и эвкалиптовое масло. И разница действительно есть, если эфирное убирает, то есть воспаление снимает покраснение, снимает отечность этого вот, как бы неприятеля нашего буквально там за два дня, то косметическое масло эвкалипта будет снимать, наверное, этот эффект, ну, неделю и не факт, что снимет. Итак, как и сказала, масло чайного дерева у меня от Reflame, у меня осталась его половина, не особо я люблю им пользоваться, не очень сильно мне помогает. А вот таким вот образом выглядит масло эвкалипта, это 100% натуральное эфирное масло. У меня это масло от Aspera Ltd. У него достаточно ядреный запах, то есть немногие, не все, скорее всего, смогут им пользоваться, но здесь самое главное, это точечным образом нанести на ваше высыпание, после чего закрыть глаза, потому что будет щипать действительно глаза, и просто подождать, пока это масло впитается в вашу кожу. Оно действительно очень быстро всасывается, но им главное не переборщить, то есть не нужно вот так вот, как кремом, намазать его на свое лицо, потому что оно неплохо так сушит вашу кожу. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать, и все, что я хотела вам сегодня показать. Я надеюсь, что я достаточно понятно и подробно рассказала вам, и описала, и показала весь свой уход за лицом. Я надеюсь, что вам было интересно меня слушать, я надеюсь, что видео вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно меня слушать, и я надеюсь, что я вам не надоела за все это время. На этом я буду с вами прощаться Я вас всех очень сильно люблю, всех целую Пока, до новых встреч